Большинство северодвинцев волнует жилищные вопросы. Это показал личный прием мэра Михаила Гмырина. После обращений помогут и оставшимся без жилья жителям Первомайской 9 и родителям Тройни. Всего за 2015 год на личный прием к мэру пришли 89 северодвинцев. Заплатить за реконструкцию дома жителям Первомайской 9 нужно 38 миллионов рублей. От них главе города поступили сразу два обращения. Напомним, дом признали аварийным, а жители переселили в маневренный фонд. Они и должны решить судьбу здания. Однако жильцы до сих пор не определились. Должен заплатить муниципалитет свою долю. Собственники должны заплатить свою долю. Но с учетом того, что ситуация неоднозначная, мы уже выходили с этим вопросом и в правительство Архангельской области. В правительство Архангельской области разговаривали, чтобы привлечь дополнительные средства. Руководство области, в свою очередь, обратилось за финансовой помощью. Федеральный центр Первомайская 9 – не единственный дом в регионе с такой проблемой. Предлагается выделение средств по адресной инвестиционной программе. Рассматривается и вариант предоставления людям рассрочки. До 2026 года, разве доживешь, говорю, дом, будет кровлю ремонтировать. Этого пенсионера беспокоит протекающая кровля. На общем собрании жильцы также не пришли к общему мнению по проведению капремонта. Теперь этим вопросом займется директор управляющей компании ПЖРЭП. Цена вопроса около 2,5 миллионов рублей. То же самое посмотреть, частично профинансировать за счет муниципалитета там, где муниципальная собственность, а частично за, так сказать, собственников, как мы лифты делали. Мы же лифты тоже делали. На прием пришла и семья, в которой родилась тройня. Хотят решить квартирный вопрос. Михаил Гмырин поручил просмотреть возможные варианты улучшения их жилищных условий. Продолжение следует...